МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Люди едут на море, люди едут отдыхать. И не важно, жители это нашего края, это гости нашего края. Они хотят видеть атмосферу вокруг себя, курорта. Давайте дадим возможность людям доехать до Черноморского побережья, доехать по нашему краю. А если будут на дорогах встречать, я еще раз подчеркиваю, бордюры, пореплики, рабочие в этих касках, замученные люди, потому что здесь жара. Но изначальное впечатление от посещения нашего края и в целом Черноморского побережья, даже у наших жителей, будет не лучше. А вы в курсе, что в этом году на Кубани на ремонт дорог будет потрачено порядка 20 миллиардов рублей? Большая часть из этой суммы, это порядка 3,5 миллиардов, пойдет в краевую столицу на ремонт улиц в городе Краснодар. Но в Сочи идет тоже масштабный дорожный ремонт. Такого город не видел со времен олимпийского строительства. Городу из краевой казны выделена беспрецедентная сумма порядка 500 миллионов рублей. Как курорт распорядится этими средствами и какие улицы, в каких районах будут отремонтированы, узнаем сегодня. Здравствуйте, в эфире программа «В курсе» и я, Ольга Десятого. В этой студии мы обсуждаем вопросы, которые так или иначе затрагивают интересы всех сочинцев. Ну и сегодня гость нашей программы, директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи Юрий Усачев. Здравствуйте, Юрий Александрович. Спасибо, что к нам пришли. Действительно, в этом году на ремонт дорог выделена огромная сумма денег, очень большая. Конкретные цифры и в связи с чем именно такая сумма поступила в бюджет нашего города? Ну, во-первых, у нас несколько программ, по которым проводится ремонт дорог. В первую очередь, конечно, это программа наша по ремонту дорог, где мы называем ее «Ямочный ремонт». Это исключительно бюджет города Сочи. По этой программе мы уже отремонтировали 61 улицу. Например, улица Московская, мост, вы знаете, через реку Сочи, улица Горького и еще огромное количество объектов по всему Большому Сочи. То есть это программа ремонт дорог, зато абсолютно все районы, от Лазаревского до Альдерского. Также у нас очень большое финансирование в этом году по краевой программе. Это ремонт и капитальный ремонт уличной дорожной сети в муниципальных образованиях Краснодарского края. Здесь мы разделили ремонт этих дорог на два этапа. По первому этапу у нас уже заключен контракт, у нас уже активно идут работы. Например, на сегодняшний день у нас уже в ремонте улица Звездная в Хостинском районе, например, улица Новороссийское шоссе, которая уже очень давно, наверное, требует ремонта. И, конечно, жители, которые живут в Хостинском районе, будут рады, что эта дорога будет отремонтирована. По краевой программе у нас по обеим этапам будет отремонтировано 97 улиц. Хочу подчеркнуть, что по краевой программе речь идет о ремонте улицы полностью. То есть от, скажем так, ее начала и до конца, от нулевого пикета и до последнего. Поэтому я думаю, что сейчас, в принципе, у нас ремонты по этой краевой программе идут одновременно во всех четырех районах нашего города. И у нас работают четыре бригады. Соответственно, по первому этапу у нас срок окончания работ – это третья декада августа месяца. То есть до первого сентября все работы должны быть закончены. Что касается второго этапа, он будет начат у нас по окончанию, скажем так, нашего летнего высокого сезона в сентябре месяце. И, конечно, работы будут завершены до конца года. А какой суммы идет речь? Общая сумма финансирования по обеим этапам у нас получается более 500 миллионов. И хочется подчеркнуть, что общая сумма – это только краевых денег. И общая сумма, соответственно, включая наш городской бюджет, это еще плюс 160 с лишним миллионов, получается порядка 700 миллионов. Но на самом деле, по сравнению с прошлым, позапрошлым годом, это, скажем так, большое достижение. Я думаю, что многие наши жители порадуются, что на многих дорогах, я подчеркну, это у нас только по ямочному ремонту. То есть ямочный ремонт мы делаем на тех улицах, где у нас, в принципе, дорога, ну, улица не вся требует ремонта, а какие-то ее отдельные участки. Соответственно, после ремонта этих участков улица будет абсолютно в прекрасном состоянии. И многие годы наши жители, которые живут на этой улице, или по ней ездят там каждый день, будут, конечно, рады. И общее количество улиц, которые будут отремонтированы по этим двум программам, получается порядка 170. Ну, недаром масштабы сравнивают с олимпийскими практически сегодня. Ну, да, здесь можно сравнить по количеству тех улиц, которые у нас попали в ремонт. Сравнить это с 2013 годом. Это был предолимпийский год, когда, конечно, дороги делались в последнюю очередь. Мы помним, сколько было и разрытий, и при замене там сетей и так далее. Поэтому можно сравнить. И хочу сказать, что на этом не останавливаемся. На следующий год тоже у нас большие планы. Поэтому, если какие-то улицы у нас не попали в план ремонта в этом году, то мы обязательно их учтем в следующем. Также, помимо тех программ, которые я перечислил, а именно наша городская программа и краевая программа, где есть софинансирование города, у нас отдельно выделены средства на ремонт улицы Тихорецкая. Это основная улица, которая идет к поселку Мирный в Лазаревском районе. Там достаточно большой объем работ. Сумма порядка 9 миллионов рублей. На данный момент мы можем сказать, что у нас уже в конце июля будет заключен контракт на выполнение работ по улице Тихорецкая. И я думаю, что где-то в течение двух месяцев она уже будет отремонтирована. А вот учитывались ли мнения и пожелания местных жителей при формировании списка на ремонт этих дорог? Конечно. Могу сказать, что огромное обращение граждан есть как в наш Департамент транспорта и дорожного хозяйства, так и в Управление дорог города Сочи, которое также подведомится на Департамент транспорта и дорожного хозяйства. Огромное количество обращений граждан было к нашим уважаемым депутатам. Они, в свою очередь, конечно, тоже обращались непосредственно с просьбой включить в план ремонта именно в этом году улицы. Поэтому я могу сказать, что, наверное, каждая улица подкреплена тем или иным обращением. Поэтому, наверное, на 100% здесь учитывалось обращение граждан. Вот хочу сказать, вы знаете, есть огромное желание отремонтировать сразу все улицы в городе Сочи, которые требуют ремонта. Напомню, что у нас в городе протяженность нашей муниципальной уличной дорожной сети – это порядка полутора тысяч километров. Это очень много. Много, конечно, у нас дорог, которые у нас в прекрасном состоянии, и наши жители это видят. Но многие, конечно, требуют ремонта. Поэтому хочу успокоить наших жителей, заверить, что, еще раз повторюсь, мы не останавливаемся на этом. И, скажем так, от года к году, особенно в постолимпийский период, то есть объемы финансирования и, соответственно, объемы работ, которые мы выполняем по ремонту уличной дорожной сети, они у нас растут. Надеемся, что следующий год, 2018-й, будет еще лучше и еще больше улиц мы сможем отремонтировать. Ну, ремонтируются же не только центральные улицы, как, например, улица Альпийская, по которой проезжает очень много транспорта, ходит очень много людей, но и отдаленные, такие, как, допустим, переулок Рабочий. Как такие переулки или улицы в совхозах удалось включить вот в эту большую программу? Благодаря чем? Объясню. Ну, во-первых, улица Альпийская ремонтируется вот как раз в данный момент. Я думаю, что работы по улице Альпийской будут закончены буквально в течение недели. Я приношу извинения перед нашими жителями и гостями, если какие-то неудобства, конечно, они возникают с этим. Ну, это, знаете, как ремонт даже дома, когда делаешь, наверное, есть какие-то неудобства. Но нужно понимать, что зато в итоге дорога будет в прекрасном состоянии. Конечно. Кстати говоря, обращаем внимание еще и на тротуары, где они требуют ремонта. Это, конечно, не плитка, это асфальтовое покрытие, которое, ну, старое меняется на новое, тоже большой плюс. Особенно для тех, там, мамочек, которые идут с колясками, с детьми и так далее. Что касается переулка Рабочего, например, который, ну, тоже было много обращений и просьб жителей его отремонтировать. Тут нужно понимать, что переулок Рабочий, он был межквартальным проездом. Он не был дорогой общего пользования. И, соответственно, после, скажем так, изменения категории данной улицы, удалось его включить в краевую программу по ремонту дорог. И, соответственно, уже на сегодняшний день переулок Рабочий, час улицы Красноармейской, которая также являлась межквартальным проездом, отремонтировать полностью. Жители там очень рады. Антон Николаевич был там, как бы, там все очень довольны этим процессом. Также хочу отметить, что есть поручение главы города, данное Департаменту транспорта и дорожного хозяйства, разработать программу по ремонту именно междворовых и межквартальных проездов. Эта программа сейчас уже находится, скажем так, в плане разработки на финише. И, соответственно, в этом году, ну, конечно, уже финансирование не будет, бюджет сформирован, но в следующем году, я думаю, что у нас будут деньги отдельно на ремонт именно междворовых проездов и межквартальных проездов. Я знаю, что и предприниматели здорово помогают на некоторых участках наших дорог. Да, ну вот, например, планируется в ближайшее время в микрорайоне Мамайка будет отремонтирована улица Полтавская и улица Крымская. Там будет, опять же, прекрасно новый асфальт по всей ширине дороги, там будут установлены бордюры, что, ну, конечно, скажется очень положительно. Ну да, еще такой пример, улица Ломоносовская, там уже ремонт окончен, тоже силами предпринимателей. Ну, это, в принципе, каждый год, да, такие вещи происходят, поэтому здесь, да. А какие-то сложности, вот с какими-то столкнулись сложностями, и погода мешала. В конце весны была не очень хорошая погода, и в июне еще лил дождь. Как-то это внесло коррективы в сроки, в план проведения? Ну, во-первых, у нас есть четкий график, вот уже по первому этапу, по которому ремонт идет, есть четкий график выполнения работ. На самом деле погода нашим подрядчикам не мешает, потому что в непогоду вести подготовительные работы можно. Асфальт в дождь, конечно, ложить не стоит. Поэтому этого мы не делаем, но пока никаких срывов по графикам нет. А что касается неудобств, то здесь, наверное, ну, я лишь принесу извинения перед нашими жителями, которым этот ремонт приносит какие-то временные неудобства. Но я думаю, что это дело благое. А как контролируется качество выполненных работ и кем? Ну, во-первых, заказчикам по данному контракту выступает, безусловно, Управление дорог города Сочи, в котором существует отдел технического надзора, его непосредственные первостепенные обязанности, как раз-таки контроль за качеством выполнения работ. И я думаю, что на любой улице, на которой у нас проходят работы, я просто это знаю точно, многие жители уже знают нашего технадзора и в лицо, и по имени, и знают его телефон, поэтому эта работа ведется активно. Ну, и учитывая, скажем так, большой опыт тех людей, которые работают, многолетний опыт тех людей, которые работают в управлении дорог, ну, поверьте, за качество можно не беспокоиться. Но какие-то гарантии они дают, сколько лет прослужит полотно? Конечно, гарантии, они обусловлены теми правовыми актами, которые есть. Мы говорим о ремонте. То есть это не капитальный ремонт, не реконструкция, не строительство. Что касается ремонта дорог, то здесь гарантия 5 лет. Ну, конечно, очень важно, чтобы не только дороги в самом Сочи были без ям и ухабов, но и подъездные пути к нему. Ведь многие туристы приезжают в наш регион на отдых на личных автомобилях. И путь к морю для них не должен превращаться в полосу препятствий, подчеркивает губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. В конце июня 22 числа он в очередной раз с инспекцией прибыл на федеральную трассу М4 Дон, и в очередной раз он остался недоволен нерасторопностью ответственных за подъездные к Черному морю пути. Все подробности в нашем сюжете. 140 километров, около двух часов пути. Краснодар-Архипоосиповка – один из самых популярных у туристов маршрутов на море. Эта же дорога ведет на Геленджик. По сравнению с прошлогодним летом однозначно можно сказать – пробок нет. Как нет и реверсивного движения, на которое жаловались водители. Губернатор лично проверяет, что сейчас происходит на М4 Дон. К 15 июня на дороге должны были прекратить любой ремонт. Однако на обочине все равно встречаются рабочие бригады и техника. Мы сейчас с вами вместе едем от самого Краснодара, сейчас приедем в Жуку. Любое препятствие, любой лишний знак, любое ограничение на дороге, оно естественно снижает, снижает, снижает скоростной поток практически до остановки. Если поток стал, тогда зачем и к чему мы сегодня проводим много совещаний, что-то пытаемся объяснить, что-то пытаемся доказать, в чем-то заверить друга. Не надо заверять, мы тебе реально покажите результат на дороге, что сегодня техника ушла, рабочие ушли, но выполнив весь объем работы. Здесь работа идет в круглосуточном режиме, с освещением, то есть мы ночью не останавливаемся. Вот здесь реально объективная ситуация, что дорога могла вообще исчезнуть. То есть река подмыла, произошло проседание на полтора метра. В свою защиту руководитель Кубанского управления Автодора пытается объяснить, ремонт ведется не на проезжей части и не мешает движению автомобилей. Но звучит это больше как оправдание, особенно когда видишь огороженный кусок дороги. Оказалось, участок моста бетоном залили всего пару дней назад. У нас уже сейчас вторая половина июня, а вы только заливаете. Ну о чем мы говорим? Кто мешал и залить? Я еще раз подчеркиваю, в январе, феврале, в марте, в ноябре кто мешал и в октябре залить? Вы выполняли ту половину проезжей части. Каждый находит оправдание для себя, но те, кто по этой дороге едут, давайте остановим любую машину, никакого оправдания они не услышат. Понимаете, они ехали год назад, два года назад, в этом году будут ехать и опять М4 Дон в ремонте. Ничто не будет служить оправданием. Я еще раз подчеркиваю, коллеги, если не успеваете, не можете делать, то мне ничего не остается, как сделать так, чтобы делали это другие. При этом в краевом управлении госкомпании на каждом совещании с губернатором обещали к началу курортного сезона закончить на трассе ремонт. Судя по всему, высокопоставленные дорожники не ждали сегодняшней поездки на море и даже не предупредили рабочих о визите губернатора. Поэтому те и рассказали все, что думают о своей деятельности. Что нужно для того, чтобы как можно быстрее сегодня завершили строительство или ремонт дороги? В день можно сделать, не торопясь, при правильной организации этого труда, можно сделать 50 кубов. Это однозначно. При правильной организации. А делаете сколько? Вот этот объект, куда мы это слаживаем, мы берем вот 3 метра оттуда, носим сюда, в руках. Что, видите, одна тачка. Сейчас на 16 человек. Одна тачка, два ведра. Нужен результат. А результат, наверное, все-таки здесь в организации самого ремонтного процесса. Вот в чем вопрос. А ремонтный процесс сегодня, я чувствую, он не то, что хромает, его здесь просто нет. Еще один участок, где есть риск появления пробок, 5 километров после архипа Осиповки в сторону села Возрождения. Дорога разделена бетонными блоками. Проезжая этот отрезок, автомобили сбрасывают скорость. В этом случае при интенсивном движении возможны заторы. Существующая дорога, которая есть вот на той половине проезжей части, она ниже, нежели та, которая устроена вновь покрытие. Соответственно, для безопасности дорожного движения мы разделяем эти встречные потоки. Но это, видишь, маленькое исключение из того, что с вами увидели. А в целом я хочу сказать, что вся дорога, у меня впечатление, что она вся в ремонте. И здесь не надо сейчас винить ни федеральные государственные предприятия, ни иные какие-то структуры. Есть участки, которые однозначно снижают пропускной режим, снижают скорость автотранспортного потока. И явно не вызывают положительных эмоций ни у жителей нашего окраина, ни у тех, кто к нам приехал, доходит на нашу побережь. После сегодняшней поездки по М4 Дон Вениамин Кондратьев намерен обратиться в Министерство транспорта России, чтобы уже там обратили внимание на то, что региональное управление госкомпании «Автодор» не выполнило договоренности по срокам ремонта участка федеральной трассы. Ну и в завершении нашей программы не могу не спросить о прошедшем Кубке конфедерации. Департамент, которым вы руководите, принимал самое непосредственное участие, на плечи вашей легла огромная задача по транспортному обеспечению. Кубка конфедерации нужно было и привезти на стадион людей, и развезти обратно, чтобы это все быстро происходило. Вот организаторы какую оценку дали вашему департаменту, и лично вы какую поставили себе и своим подчиненным в организации вот этой большой важной работе? Что касается оценки, которую лично я даю, мы знаем какие-то свои моменты, которые стоят и можно улучшить в будущем году на чемпионате мира. Что касается оценки организаторов Кубка конфедерации и чемпионата мира, то она дана максимально высокой городу Сочи, в том числе в транспортном обслуживании. Хочется отметить, что среди четырех городов участников, именно по транспортному обеспечению, наш город самый лучший. Это факт, который подтвердили, собственно, сами организаторы. Это первое. Второе. Я думаю, что самая лучшая оценка, это та оценка, которую дают те гости и зрители, которые были на этих матчах. И самая проблемная ситуация именно вы, зрители, потому что они выходят одновременно со стадиона. То есть, если попадают на стадион как-то постепенно, в течение двух-трех часов, то выходят, конечно, одновременно. И даже на последнем матче, на полуфинале, когда была почти максимальная загрузка стадиона Фишт, удалось вывести всех наших зрителей в течение часа с небольшим. Примерно час-пятнадцать. Это, ну, очень высокий показатель. Причем хочется отметить, что, например, в наших автобусах все ехали, практически все ехали только сидя. То есть, какой-то давки или там толпы, или кто-то ехал стоя не было. Поэтому, ну, по крайней мере, я лично ни одного замечания от наших гостей и зрителей не слышал. И в том числе, те сотрудники департамента, которые дежурили на остановке в Эмиритинке, на автобусной остановке, на наших платформах. Я думаю, все их видели, они были в жилетках, были очень добродушны. Это была их задача, подсказать, где, на какой маршрут сесть, куда он идет и так далее. Я думаю, что с этой работой справились неплохо. Но еще раз повторю, что в следующем году нам есть что улучшить, и мы это сделаем. Ну, тем более, будет гораздо больше зрителей еще на трибунах наверняка, да? Ну, опыт есть, поэтому, я думаю, все пройдет гладко. Ну, я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации города Сочи Юрий Усачев. Спасибо, что пришли. Ну, и вы смотрели программу «В курсе». Будьте в курсе всего того, чем живет наш город Сочи. В студии была Ольга Десятого. Всего доброго. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова